Справа в том, что народная песня для Ивана Павловича, это была именно та крыница, с которой он черпал свое наткнение. И он был просто в добром сенсе этого слова, звар я целый однородной песни. И в свои короткие отпуски, в которых он приезжал, эти у Глиниша, эти у Кораневки, до своей строительной сестры, Анастасии Трофимовны Вергейчук, не обошелся, на жаль уже зараз, пакаштававши гэтых домашних пирогов, сыродойчуку, мятку з ее пасеки, и он тут же казау, ну а тепер до творчасти. И осени латкаваліся на канапе, Анастасия Трофимовна, ее мужу Владимир Антонович, Иван Павлович, ну и інший раз долучалася моя мама. У ее было лиричная сопрано, Иван Павлович своим сочным таким прыгожым бритончиком, Анастасия Трофимовна тут со своим альтом теплым, ведается, и пайшло, и пайшло, ой, Ваня, Ванюша, Ванюша душа, ой, аж с тобой, Ванечка, не нажилася. А потом брали балалайку, гитару, мандалину, и починался сопраудный вокально-инструментальный концерт. И треба было мележа бачить стады, які супакой, якое задовольнение, якое вось такое, ведается, ну выраствар был таки, што и он вось нечто упало з неба прыгожая, цудовная, радостная и светлая. И для его народная песня саправды была багатцем. И он слухав за все. Аднак вось гэтая песня «У канцы грэбли шумять вербы», чаму стена была самой любимой, чаму? Ведается, чаму? Я думаю, тому, што тема «Кахання» и она у амаль во всіх народных песнях. Але у гэтай песня, и он казаў, адшуваў нейкое такое, ну, штось ци сваёй, он знайшоў тое, чаго адразу можа не знайшли землякі. Тому што они співалі багата песня, часто збираліся. Ивану Павловичу не так часто даводзілася гэта чуць можа. І выкананне гэтай песні, яго, ваззімлякамін хорам, такува ішло ў душу, што ўсе астатні не тому, што стали горшими, не. Яны такімі родными засталіся. Але вось гэта песня ірвала яму сцерце, ірвала душу. І пэуна так легла туды далёка, глыбінька ўпала, што асталася назавсёды самай любімой. Лиля Владимировна, а давайте паспробуем проспіваць маленічкі-маленічкі фрагмент, адзін куплет, так, разам, гэтаю песню, разам з вокальній групай аматорська аб'яднання Спадшына, Центра культуры Города Хойніки. Ну, гэта таке будзе задавальнення, я думаю, ну, давайте. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ